Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Есть ли какая-нибудь возможность восстановить отношения, если бывший молодой человек сам бросил и не хочет общаться? На звонки смс не отвечает, при этом на Новый год призвался общение, что якобы он меня недостоин, не хочет быть якорем, и это было просто лучшее время с лучшей девушкой. После разрыва прошло 3 месяца, я осознаю свои ошибки, давил на него тем, что хотелось, чтобы он официально трудоустроился, хотя бы по выходным на пару часов, и мы могли начать жить вместе, потому что встречались почти 2 года. Также в последнее время из-за неопределенности в отношениях, честно, плакал и стерила, боялся потерять. Начала вмешиваться и его мать, она очень властная, настраивала его против нашего современного проживания, так как он слишком мало времени уделяет своей родной семье и слишком молод создавать свою. Парень на 4-м курсе университета. Что ему сперва учебу нужно закончить? Даже когда мы вместе гуляли, за 2 часа могла позвонить 3 раза и спрашивать, когда он домой придет. Но я его очень люблю, хочу попытаться вернуть эти отношения. Как это сделать, если связаться с ним я не могу? Понимаю, что одного моего желания не хватает, но мне говорилось, что он так любит, что хочет со мной семью. Смотрите, аноним, здесь есть несколько нюансов, на которые, как мне кажется, нужно обратить внимание. То есть, во-первых, вы на него давили, и совершенно очевидно, что за этим давлением, да, за тем, что вы давили на человека, есть, ну, как бы, то, что вам важно. То есть, ну, наверное, если вы давили на него, то речь идет о какой-то вашей серьезной потребности, наверное, да? Вот, и то, что, например, сейчас в отношениях вы не будете на него давить, да? Ну, на мой взгляд, совершенно не означает того, что ваша потребность, да, куда-то улетучится. То есть, мне кажется, что предполагать обратное, ну, значит, вот, себя обманывать. То есть, вы, вы извините, конечно, но, на мой взгляд, это так. Поэтому, прежде чем, как бы, отношения возобновлять, да, вам нужно, ну, на мой взгляд, для себя определиться с тем, как бы, а, я-то вообще, вот, ну, я-то вообще сама, да, ничего хочу. То есть, вот, из какого чувства я пытался его поменять, ну, пытался на него давить, да? Вот, и что изменилось сейчас? То есть, почему я сейчас уверена в том, что не буду отходять? Вот, ну, не буду на него, не буду давить на него, в смысле. Дальше, вы говорите о том, что, значит, у вас было чувство такой вот неопределенности, да, у вас было ощущение неопределенности, вы боялись, как бы, его потерять. На мой взгляд, это ваше неумение справляться с неопределенностью. Вот. То есть, это, ну, по большому счету, демонстрация того, что вы себе не доверяете. То есть, как бы, вы себе не доверяете, чувствуете себя в подвешенном состоянии, самостоятельно решение, ну, принять не можете и требуете этого, вот, ну, как бы, окружающего мира. Вот. Здесь нужно именно учиться доверять себе, учиться прислушиваться к себе и так далее. При этом, при этом, как бы, вышесказанное отнюдь не означает того факта, что вам нужно, там, грубо говоря, забивать на свои желания, да, на свои потребности, на, ну, на то, что вам важно и так далее. То есть, нет, о своих потребностях, о своих желаниях нужно и, можно и нужно говорить, но, возможно, используя, как бы, другие для этого формы, вот, не те формы, которые вы использовали, вот. Потому что, ну, вот, те формы, которые вы использовали, да, они, как бы, являются деструктивными и довязчивыми на молодого человека и, собственно говоря, ну, как бы, только лишь отталкивая вас от него. Вот. То есть, вот эти проблемы две, да, что вы... Да, страх потери. Страх потери – это, как бы, такое перенаправление активности своей, изначально направленной на себя, вот, на молодого человека. То есть, ну, по сути, это... Такой, знаете... Эээ... Такая постановка, эээ... Себя, эээ... Эээ, ну, в зависимости... Эээ... От... Как бы, молодого человека. Ну, или от молодого человека, или от, эээ... действий молодого человека, при том, что, как бы, ну, сами вы остаётесь в этой ситуации, ну, беспомощной, ну, вот, сами вы, себе преподавания здесь не отдают. А ещё один важный момент заключается в том, что вы говорите, хочу попробовать вернуть отношения, тоже довольно такой, как мне кажется, важный аспект, почему, потому что, говоря об отношениях и говоря даже о, ну, семье, вы, как бы, на передний план выставляете именно отношения и, ну, перспективу, там, допустим, создания СМИ, вот. То есть, как бы, речь идёт здесь, на мой взгляд, о том, что вам, вот, не столько важен, ну, как бы, не столько вам важен молодой человек сам по себе, вот, сколько отношений вот, сколько, ну, как бы, перспективы какие-то, вот. Это очень, ну, сказывается на том, как вы, например, к нему относитесь, это сказывается на том, как вы к себе относитесь, как вы себя воспринимаете и так далее. То есть, вот, это всё очень важно, а вы этому внимания, опять же, не уделяете, то есть, вы даже не замечаете того, что, вот, сейчас ваш аргумент только то, что он говорил, что, вот, любит вас настолько, что хочет вам семью, вот. То есть, именно вот, эээ, ну, перспектива семьи для вас, как будто бы является приоритетом, ну, а эта, как бы, история, она больше именно про, опять же, ваши потребности, да, ну, не про, эээ, направленность, как бы, на человека, да, то есть, на человека, эээ, ну, ну, в этом, эээ, в этом смысле, на человека вы, эээ, ну, как бы, ненаправленно, вот, понимаете, да? И это очень, ну, как бы, бросается в глаза, вот. Дальше, эээ, следующий момент, это его мама, которая, которая, эээ, по важным словам, вмешивается в отношения, довольно важная и так далее. Эээ, здесь ситуация заключается в том, что, если молодой человек, эээ, сам не, не осознаёт, эээ, той проблемы, которой, эээ, является его мама, вот, и тех, эээ, тех, эээ, в общем-то, ээээ, ээээ, деструктивных отношений, которые, ээээ, у него, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Потому что всегда будет вот его мама действительно вмешиваться в отношения и действительно как-то вот диктовать, если угодно, ему и, вероятно, вам вместе с ним, как вот вы должны себя вести. Вот. Потому что мама не заинтересована в том, чтобы её сын становился самостоятельным. Она в этом не заинтересована. Вот. Это неприятно, это больно, может быть, осознавать, но это правда. Она не заинтересована в этом. Вот. И, соответственно, что бы вы ни сделали, она как бы заинтересована в этом не будет. Вот. Ну, не потому что она, там, плохая, да, какая-то, а вот, ну, просто вот такой человек. И чтобы это изменилось, да, чтобы это изменилось, необходимо, чтобы мужчина сам как бы понимал деструктивность этого. А он, судя по всему, этого не понимает, не понимает, да. Вот. Его, судя по тому, что вы описываете, его всё устраивает, вот. И он, ну, как бы, что-то менять не думает, вот. Ну, а это значит, что, как бы, к своей маме, да, он, вот, ну, привязан. То есть, не самостоятельный. И вам, как бы, здесь придётся, ну, раз он не самостоятельно ведёт себя, как ребёнок, да, то вам в этой ситуации придётся становиться мамой для него. Это, во-первых, конкуренция, конкуренция с его мамой, а во-вторых, это, в общем-то, способствование и потакание продолжению детского поведения стороны мужчины. Вам нужно учиться быть не мамой, да, которая давит и заставляет с позиции, ну, вот, эм, 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 с такой позиции, что вот мне больше всех нужно, а всё-таки с позиции взрослого человека, да, с позиции, с позиции женщины. Вот. Эм, что вам сложно сделать, потому что у вас есть свои страхи и свои проблемы, в частности, вот, эм, например, желание построить семью и так далее, вот. И плюс, как бы вы, вот, в этом смысле, эм, в себе не уверены, да, и, э, вам сложно, э, получается, на себя опереть, вот, ну, опираться на себя, э, нелегко. Вот. Таким образом, я бы сказал, э, что, э, на данный момент не столько важно, э, чтобы вы, э, э, ну, восстанавливали отношения, э, э, с молодым, э, ну, к человеком, э, э, сколько вы, э, э, сколько важно, чтобы вы разобрались в себе, и сколько важно, э, чтобы вы увидели, что это, э, что эта ситуация, э, 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 ну, как бы, э, э, позволяет вам, э, увидеть свои трудности, свои противоречия. Вот. А то, что это трудности и противоречия, оно свидетельствует, а, в общем и целом, э, э, хотя бы, э, то, что вы называете свое поведение ошибкой, э, вот. То есть, это не ошибка, э, это ваши, э, э, ну, ваши желания, э, это ваши бодребности, э, э, и, конечно, это ваши определенные трудности, э, вот. Поэтому я, э, считаю, э, что прежде чем, э, вам возвращать отношения, да, как вы, э, в принципе, э, ну, наверное, как вы понимаете, да, если вы, э, э, отношения вернете, а потом вы опять расстанетесь, то вернуть их уже будет сложнее, сложнее. Вот. Поэтому я думаю, э, э, что, э, не нужно спешить, вот, возвращать, тем более, что, э, молодой человек, э, э, к сожалению, прибегает к, э, э, манипулятивной, э, модели поведения здесь. Вот. Он, как бы говорит, что он, вас недостойно не хочет быть якорем, то есть, это, э, э, такая позиция, э, ну, достаточно, э, э, деструктивная, достаточно, э, э, тоже, э, детская, э, вот. Потому что, ну, если не хочешь быть якорем, да, там, не хочешь стянуть, стянуть, как бы, в нить, то, во-первых, не пиши, да, а, во-вторых, как бы, ну, э, э, ты же, ты же можешь измениться, э, вот. А, получается, что, э, человек, э, не особо, э, как-то готов, да, и хочет меняться, вот. То есть, э, говорить, там, о том, э, какой я плохой, э, пожалуйста, вот. Говорить о том, что, там, я якорь, э, и так далее, пожалуйста, э, вот. А меняться, ну, нет, вот. Поэтому я, э э, и, ну, поэтому я и считаю, что, э, эта, э, позиция является, э, э, такой, вот, э, э, деструктивно-манипулятивной. чтобы как-то вот, в лучшем случае, да, вы уговаривали его вернуться, и чтобы, если он вернулся, да, вот, то есть, по-моему, было, как-то вот, ну, с уверенностью сказать, что он вернулся вот только потому, чтобы вы его попросили, например, то есть, так бы он сам, не-не-не, никогда, никогда бы не зашел, не вернулся, вот, он же якорь и так далее, вот, понимаете, да, то есть, вот, чреватость такой позиции, да, она в этом, она в этом заключается, к сожалению, ну, к сожалению, в большом, вот, и, соответственно, само по себе сразу это никуда не уйдет, вот. Ну, то есть, вот, не исчезнет, а, ну, к сожалению. Вот, поэтому, ваша задача, на мой взгляд, заключается в том, чтобы максимально, максимально, да, простроить личные границы, ну, вот, с мужчин, чтобы вот вы четко понимали, да, где я, где ты, а, вот, как бы, ну, где то, чего я хочу, например, а, где то, чего ты хочешь, и, как бы, вот, что мы с этим всем, ну, будем делать. Вот, вот, вот так вот, мне кажется, можно вам ответить. Вот, ну, а чтобы это всё стало реальностью, да, то необходимо, как бы, работать с вашей основной оценкой, с уверенностью, ну, уверенностью в себе, вот, чтобы вы себе доверяли, и чтобы вы, ну, могли как-то вот свою позицию выражать, отстаивать и так далее, вот, при этом не дискредитируя себя, ну, истериками, да, не дискредитируя себя, ну, поведением таким вот внедрелым, да, который можно, ну, как-то вот против, ну, против вас использовать, вот. И молодому человеку нужно увидеть, что вести себя с вами как ребенок не получится, вот, что нужно все-таки действительно быть взрослым, вот, и либо он к этому готов, вот, а либо он к этому готов, он этого хочет, и тогда всё хорошо, всё в порядке, вот, ну, либо он к этому не готов, и тогда вам не по пути, вот, то есть, ну, я думаю, я думаю, да. Это называется модель жесткой любви, и в ней достаточно много в этом смысле оставляется другому человеку, вот. Поскольку сейчас очень сильно вы напоминаете зависимого, ну, то есть сейчас вы очень сильно напоминаете эмоционально зависимого человека, вот, э-э, ну, эмоционально зависимого человека, да, вот, э-э, ну, от мужчины, вот, то есть, ну, ну, можно, можно сказать, да, можно сказать, э-э, что у вас, э-э, такая вот любовная зависимость возможна. А может быть здесь и не про любовную зависимость речь вовсе, а просто про попытку, э-э, ну, получить то, что вы хотите, а именно, вот, семью, например, и так далее. Вот, в этом, на эту тему я рекомендовал бы вам, э-э, ну, послушать, э-э, мой ответ, э-э, который называется «От никчёмности и ненужности». э-э, вот, это, э-э, такой недавний э-э, достаточный ответ, вот, там я тоже э-э, частично говорил, э-э-э, много обостаточного про, э-э, тему, как раз, э-э, которую вы описываете, э-э, вот, э-э, ну, более подробно, да, немножко о другом, но в целом про это. У вас здесь, э-э, ситуация, э-э, и вопрос, э-э, всё-таки, э-э, несколько, э-э, ну, несколько про другое, вот. А хотя, в принципе, э-э, как мне кажется, по-э, ну, похож, похож, как мне кажется. Таким образом, э-э, вернуть отношения можно, э-э, шанс, э-э, есть, э-э, в этом смысле всегда, э-э, вот, но вопрос в том, что именно вы хотите, э-э, 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 возвращать, да, то есть, э-э, вы уверены, что, э-э, возвращаете именно человека, а не, э-э, возможности, э-э, для вас. Вот, потому что это разные вещи. И поведение разное, и позиция разная, если, вот, э-э, мы возвращаем именно, э-э, именно возможности, а не э-э, человека. Вот, поэтому я бы хотел, э-э, я бы хотел, э-э, чтобы вы, вот, для себя этот момент, конечно, определили. А если не можете сами этого сделать, то, э-э, психолог вам, э-э, поможет, вот. А, выбирайте, э-э, ну, того эксперта, который вам, вот, по душе, и начинайте, э-э, начинайте работать, начинайте, э-э, начинайте действовать, э-э, и всё у вас будет, э-э-э, неплохо. Вот. Удачи вам, всего самого доброго, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго. Спасибо. 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 Спасибо.